Всем привет! Меня зовут Раиса и в преддверии праздников я хочу сегодня рассказать об интересных продуктах, которые мы используем каждый день. Мы знаем, что для того, чтобы наше здоровье было, чтобы мы чувствовали себя хорошо, здоровье было хорошим, хорошо мы красиво выглядели и молоды, мы должны получать с пищи не только белки, углеводы, но и жиры. И очень часто многие женщины и сейчас многие мужчины, которые следят за своей фигурой, за своей внешностью, хотят выглядеть хорошо, молодо, энергично, понимают, что холестерин на самом деле это не такая уж и злая такая вещь. Для нашего здоровья холестерин очень нужен. Он играет большую роль в нашем организме. Но почему же все-таки везде, в интернете, различные фитнес-тренеры так страшно нас пугают этим холестерином? Дело в том, что жиры, оказывается, бывают разные. Жиры бывают полезные и нежелательные для нашего организма. Чтобы просто сказать, я хочу сказать, что жиры бывают твердые и мягкие. Вот те жиры, которые при нормальной комнатной температуре имеют определенную форму, это твердые жиры. Чаще всего это в сливочном масле, маргарины. Сейчас очень много транс-жиров. Различные жиры в мясе, например, говядина, свинина, имеют очень много таких твердых жиров. И на самом деле для нашего организма они не играют большую роль, нежели как источник энергии. Но эту энергию можно получить через другие продукты. А какие же жиры для нас могут быть полезны? Ну, во-первых, это незаменимые жирные кислоты, которые играют огромную роль для нашего организма. И, к примеру, я сегодня, ну вот здесь представила вот такие продукты, которые в себе содержат эти жиры. Например, рыба. У меня сегодня просто нет ее в наличии, но я представила из морепродуктов вот такие отваренные креветочки. Есть такие жиры и в оливках, поэтому одной из самых ценных масел будет являться оливковое масло. Хочу обратить ваше внимание, что оливковое масло может быть разным. Для того, чтобы правильно выбрать оливковое масло, обратите внимание на надпись. Это должно быть Вирген Экстра. Что это означает? Это означает, что это холодный отжим, который сохраняет все биологические свойства, необходимые для нашего здоровья веществ. Вот. Также сегодня я хочу вам показать маленький рецептик, который поможет вам украсить ваш праздничный стол к 23 февраля. И порадовать ваших мужчин, используя полезные жиры. Что мы можем сегодня предложить? Вот у меня сегодня здесь представлены авокадо, да, в которых содержатся не только полезные жиры, но и многие другие питательные вещества, очень ценные для нашего здоровья. Здесь грецкие орехи, миндальные орехи, оливки, креветочки, да. Мы сегодня сделаем очень интересные бутербродики, которые понравятся вашим гостям, понравятся вашим любимым мужчинам. Ну и, конечно же, они отблагодарят вас затем к 8 марта, да. Вот женщины хитрые такие. Они вот получилось так, что к 23 февраля хорошо готовятся для того, чтобы 8 марта получить для себя тоже внимание и подарок. Вот сегодня мы как раз постараемся сделать приятное для наших мужчин. Что мы будем делать? Я вообще очень люблю готовить. У меня четверо мужчин в семье. Вот. Я люблю не просто приготовить что-то, а сделать что-то такое изящное, интересное, чтобы это выглядело красиво. Ну, по натуре я вот такой творческий человек, с детства люблю дизайн, рисовать. И поэтому сегодня давайте попробуем поэкспериментировать и сделать что-нибудь такое интересное и полезное. Итак, мы берем авокадо. Вот. Раньше я не знала, как правильно выбирать авокадо. На самом деле оно должно быть, вот когда вы разрезаете, такой вот приятный зеленый оттенок фисташковый. Если появляются какие-то темные пятна, их обязательно нужно вырезать. Если их много, то не жалейте, лучше выкиньте, потому что там появляется горечь. Это говорит о том, что он уже окисляется. И важно, вот посмотрите, я разрезала, кожурочка мягенькая, и внутри вот эта мякоть мягкая, которую можно вот так сошкрябывать. Это говорит о том, что авокадо уже поспело, и мы можем его использовать. Для того, чтобы было проще всего вынуть, раньше я этот фокус не знала и ножичком аккуратно срезала кожицу. Оказывается, можно это делать очень быстро. Мы берем вот такую формочку сейчас. Сейчас такое время, когда мы должны быстренько уметь все готовить и вкусно. Вот посмотрите, как мы вынимаем содержимое этой кожицы, плода, авокадо. Косточку заранее вынимаем. Хочу сказать, что если вдруг у вас попадает тоненькая пленочка от косточки, то тот крем, который мы будем сегодня делать, он приобретает такой легкий миндальный оттенок. То есть это по вкусу, так скажем. Но сегодня мы покажем вам просто чистый авокадо. Так как у меня четверо мужчин, я возьму три плода, чтобы нам всем хватило. Если вы будете ждать гостей, то тоже можете использовать три плода. Сейчас посмотрим, сколько это выйдет. На самом деле, когда вы делаете такой крем, его можно будет убрать в холодильник. Но очень важно хранить в стеклянной баночке. Хранится такой крем недолго, потому что он будет окисляться. А чтобы он быстро не окислялся и сохранил цвет приятный, вот такой зеленый, фисташковый, в течение всего вечера, мы добавим туда лимонный сок. Можно добавить виноградный уксус. Вот, видите, так очень легко вынимается. То есть главное правильно подобрать спелость авокадо, потому что если он недоспел, он будет жесткий. Если он переспел, то он будет невкусный. Вот так мы вынули авокадо из такой красивой кожурки. Я рекомендую добавить несколько долек чесночка. Это придаст, во-первых, свой специфический аромат, вкус. И самое главное, что авокадо мы используем для нашего здоровья. И чесночок, он тоже помогает сжигать жиры, очищает наши сосуды и прекрасное средство для профилактики атеросклероза. Вы уж меня простите, мое медицинское образование всегда хочется добавлять, чтобы мы просто знали, для чего мы это делаем. Для того, чтобы у нас авокадо в дальнейшем не потемнело, когда оно будет стоять, я возьму лимон. Лимон лучше всего выдавливать таким образом. Разрезаете на 4 дольки и вот так нажимая, мы выдавливаем сок лимона. Выбраска на себя немножко. Сегодня у нас... Я не стала рисковать красивым видео, не одевала фартук. Постараемся аккуратненько. А вообще рекомендую, конечно, использовать фартук. Вот. Очень внимательно смотрите, чтобы при выдавливании сока лимона косточки не попали вовнутрь, потому что они будут давать горечь. То есть я постараюсь сейчас... У меня упало семя лимона. Мы это вынимаем. То есть посмотрите внимательно. Хорошо. Вот так мы выдавили авокадо. Я рекомендую слегка подсолить, потому что оно будет вкуснее. И теперь мы обогащаем вот этот замечательный ценный плод оливковым маслом. Я хочу сказать, что мы очень часто дома на завтрак делаем такой крем вместе с томатом. То есть вы можете поделить томат в несколько долек, положить тоже вовнутрь. И получится очень вкусная такая паста. Рекомендую делать на тостер, чтобы... Тостер, скорее всего, лучше всего не из белого хлеба. Сейчас, секундочку. Мы подкручим клендер. И вот так мы выстримом делаем две. Очень тщательно нужно перемолоть, потому что так есть елки и чеснока, чтобы не получилось так, чтобы сделать бутерброд. Для своего любимого сюрпризом, да? Чтобы там большого кусочка кознакайния показалось. Хочу сказать, что этот рецепт может понравиться и мужчинам, и детям. И самое главное, если вы занимаетесь фитнесом или спортом, он очень быстро помогает восстановить силу, энергию. Для спортсменов это очень важно. А так как мои дети профессионально занимаются спортом, у меня трое сыновей. Я стараюсь готовить продукты, которые максимально будут давать им здоровье. Если откровенно, то вот моя семья, мы никогда не используем никаких лекарственных препаратов для лечения заболеваний. Мы стараемся заниматься всегда профилактикой и поддержанием здоровья. А питание играет очень большую роль. Поэтому мои дети тоже смотрят на состав, что входит в продукты. И стараются выбирать полезные продукты. Так как они спортсмены, они к этому относятся очень серьезно. И я, в принципе, очень рада. Так, вот теперь смотрите. У нас получилась вот такая вот интересная паста, крем. Мы берем тостеры. Вот тостеры я выбираю интеграл, то есть это с отрубями. И здесь различные такие, как семечки. Очень вкусный получается бутербродик. Вот видите, у меня попался чесночок. Самое главное, что бывает так, что нам, ну, нет у нас времени долго стоять у плиты, что-то там праздничное, чтобы приготовить. Во всяком случае, у меня такой ритм жизни, что мне нужно всегда ухитряться, сделать все быстро, чтобы было полезно и еще и вкусно. Вот как раз я сегодня поделюсь с вами таким любимым рецептом, который нравится всей моей семье. И хочу сказать, что даже испанцы, которые живут рядом с нами и имеют уже с детства авокадо под рукой, не каждый знал, что можно вот так вот сделать красивые праздничные бутерброды с авокадо. Главное, быстро и полезно. Вот. В принципе, это уже очень такое красивое, да, украшение в столе. Я возьму чистую ложечку. Что мы можем теперь сделать? Мы можем сделать разные варианты обогащения, так скажем, нашего рецепта. Я сейчас соберу волосы, это надо было сделать с самого начала. Ну, так как видео первое у меня такое на моей кухне, поэтому с каждым разом мы будем всеопытнее, да. Так, значит, что мы можем делать? Вообще, очень вкусно получается, когда мы делаем дольку сальмона, это по-испански, или семга соленая, да. Вы доложите половиночку сюда семги. Я обычно украшаю в виде розочки или вот такой красивой волны. А с другой стороны можно даже икринки положить в красный. То есть это вообще будет изысканно, да. Вот, сегодня мы положим сюда креветочки. Это будет бутерброд для моего старшего сына, потому что это самое любимое блюдо у него. Это мы сделаем ему такой подарок. И я уверена, что это ему понравится. Так, я думаю, что практически все мужчины любят морепродукты. Ну, бывает так, что кто-то, ну, не предпочитает морепродукты, да, и им не очень нравится. К морепродуктам здесь вот можно украсить, можно веточку. Вот этот петрушка и, не знаю, как по-русски, по-азиатски, это кашнич. Зелень, которая растет у нас на террасе. Мы стараемся зелень выращивать, чтобы она была натуральной. Мы были уверены, что в ней нет химических компонентов, каких-то удобрений, да. Вот такой получился бутербродик у нас. Я думаю, что можно будет на камеру поближе снять, чтобы видно было. Вот. Это у нас получились вот такие бутербродики. Давайте теперь поэкспериментируем, сделаем немножечко по-другому. Мы берем на авокадо, сыпем сыр. У меня сыр натертый и миндаль. Можете сделать любимым свой сыр. Посыпать можно либо миндалем, посмотрите, вот так, миндальный, потому что это тоже очень ценный продукт, да. И в центр положить грецкий орешек. Вот это у нас получился другой вид бутерброда. Сейчас давайте мы еще один сделаем. Можно экспериментировать, делать свои интересные оригинальные украшения и сочетания. Я буду очень рада, если вы ими поделитесь и оставите свой комментарий, хорошо? Я вообще была бы рада, если бы вы повторили это и сказали бы о своих ощущениях, насколько это вам понравилось и понравилось ли это вашим любимым мужчинам. Вот у нас получились такие бутербродики. Можно сделать бутерброд с долькой помидора. Мы укладываем его в центр. Посыпаем вот таким, вот такой приправой. А это и сок в перемешку с кунжутными семенами. Спасибо нашим друзьям, израильтянам, которые угостили нас этим, этой приправой. И сейчас это любимая специя в нашей семье, в всяком случае у меня и у Рамильо супруга. Ну, посмотрите. И, конечно же, помидорки очень хорошо сочетаются. Вот красный цвет, зеленый. Мы тоже можем добавить веточку зелени. Да? Вот так вот. Если даже вам нужно пойти в гости и как бы запланировано какое-то блюдо с каждой семьи, то вы можете вот так вот симпровизировать и сделать такое интересное украшение. Кроме этого, я часто делаю украшение из вареной морковки. Я ее отварила. У меня просто было мало времени, чтобы прокрасить ее в красный цвет. Снаружи можно в свекольный сок. Если мы параллельно делаем салаты свеклы, то пока делаем какие-то другие, готовим продукты, можно морковочку отваренную положить в натертую свеклу. И вот так вот просто кончик мы прорезаем ножом и делаем такую небольшую спиральку. Если кожица у вас успела прокраситься, то тогда получится очень красивый такой вот красный, и красная каемочка. И получится цветок очень похожий на розу. Когда вы делаете это в спокойной обстановке, это получается быстро и легко. Сейчас у меня немножечко есть волнение. Может быть, не смогу вам показать, насколько это можно оформить красиво. Но главное сейчас поймать идею. И можно болгарским перцем вырезать вот такие вот сердечки. Посмотрите. И получаются вот такие оригинальные бутербродики. Нужно в центр уложить нарезанные маслины. Сегодня мы как раз говорим о полезных жирах и питательных веществах. Поэтому максимально мы использовали продукты, которые помогают восполнить наш организм полезными жирами. Итак, сегодня мы использовали авокадо. Добавили туда чесночок, оливковое масло, немножко подсолили. Зелень. Грецкие орехи, миндальные орехи, морепродукты. Это может быть рыба, которая содержит омегу-3. Это полезные жиры. Оливки. Есть очень много других продуктов, которые тоже содержат полезные жиры. Об этом можно более подробно познакомиться на нашем сайте, где я уже более обоснованно, с медицинской точки зрения, поделюсь, делюсь, вернее, со своими читателями о полезных свойствах каждого вещества. А сегодня я еще хочу вам рассказать об одной хитрости, об одном секрете, который понравится не только женщинам, но и мужчинам. Я сегодня хочу поделиться вот таким секретом. Есть такое вещество, которое называется хитозан. Очень много информации есть в интернете. Есть продукты для спортсменов, которые используют этот продукт. Хитозан. На самом деле хитозан – это клетчатка, которая делается из хитина ракообразным. И формы хитозана могут быть различны. При приеме внутрь хитозан под воздействием пищеварительных ферментов, соляной кислоты, расщепляется. Часть веществ поступает в кровь и обладает удивительным свойством связывать токсины, связывать тяжелые металлы и таким образом очищать нашу кровь. Кроме этого, хитозан, олигомеры хитозана очень хорошо восстанавливают эластичность поверхности сосудов, восстанавливают те участки сосудов, которые поражены атеросклеротическими бляшками. И та часть, которая не усваивается, она поступает в кишечник и под воздействием пищеварительных ферментов и жидких компонентов растворяется и образует гелеобразную, такое как гель. Вот этот гель, оказывается, очень хорошо связывает все жиры. И так как мы сейчас готовимся к праздникам, у нас нет возможности полностью исключить жиры. Ведь жиры могут находиться и в майонезе, и в различных хлебобулочных изделиях, и в тортах, и во многих продуктах, включая любую кухню с бульонами, там здесь баранина, говядина. То есть мы имеем жиры, и нам бы не хотелось, чтобы за праздники мы набрали ненужные жиры. И оказывается, вот этот продукт способен, каждая молекула хитозана способна соединиться с 10-12 молекулами жиров и таким образом вывести из организма, которые так и не попадут в кровь. То есть они просто проходят через пищеварительный тракт. Хочу сказать, что вот эти продукты, которые мне нравятся, раньше он назывался Читасорб, сейчас обновленная формула, это Фитчось, ФТХ, на рынке можно увидеть либо этот, либо вот этот, он в дальнейшем будет только этот продукт. Чем же отличаются вот эти продукты от тех, которые есть на рынке, содержащие хитозан? Ну, во-первых, здесь используется 95-процентный диацетилированный хитозан, который максимально работает не только для выведения жиров из кишечника при приеме пищи внутрь, но также очень хорошо оздоравливает весь наш организм. Вот об этих свойствах я немножечко поподробнее расскажу сегодня и в принципе лучше можно прочитать на нашем, на моем сайте, где я об этом подробно рассказываю. Хочу сказать, что вот эта формула обогащена еще аскорбиновой кислотой, это витамин С, который усиливает эффективность хитозана более чем в два раза. Кроме этого, в этом продукте используется лицетин и под воздействием аскорбиновой кислоты лицетина и пищеварительных ферментов максимально идет растворение вот этих молекул хитозана и которые могут поступить с кровью и помочь и очистить печень от тяжелых металлов, токсинов, от различных продуктов обмена веществ, да, и кроме этого очень хорошо снижают сахар и самое главное замечено, что при приеме этого препарата особенно мужчины, у них очень хорошо уходит живот, быстро уходит живот и он способен сохранить это как эффект на длительное время. кроме этого спортсмены используют этот продукт для того, чтобы увеличить мышечную массу при обогащенном питании не набрав излишний жир, да, подкожный жир. Поэтому эта формула используется в профессиональном спорте. Чем же отличается, в чем преимущество этого продукта от тех продуктов, содержащих тазан, которые мы можем купить на рынке? Ну, во-первых, хочу сказать, что долго применять хитозан, да, длительное время нельзя. Почему? Потому что он в чистом виде может изменять микрофлору в кишечнике, может нарушать пищеварение. Поэтому обычные препараты рекомендуется использовать не более двух месяцев подряд, да, затем делать какой-то перерыв. В компании Ньювейс используется дополнительно арабинокалактан, это такое волокно, сделанное из лиственницы, сибирской лиственницы, которая прекрасно восстанавливает микрофлору в кишечнике и кроме этого увеличивает иммунную систему, то есть защитные функции нашего организма. Причем отмечено, что воздействие вот этого вещества в два раза эффективнее, чем эхинацея. Ну, про эхинацею многие знают, насколько хорошо повышается иммунитет. А ведь именно в кишечнике это первое звено, где в кишечнике встречается с патогенами, какими-то бактериями, паразитами. И насколько важно иметь иммунную систему уже вот на этом этапе в пищеварительном тракте. Насколько лучше будет микрофлора в кишечнике, иммунная система, как лучше будет работать, настолько лучше человек будет чувствовать себя каждый день. И кроме этого сюда добавлен еще полисахариды сои, которые также обогащают микрофлору кишечника и помогают улучшить перистальтику кишечника, восстановить нормальные функции. Этот продукт на самом деле вообще сейчас пользуется огромной популярностью. У меня столько результатов положительных отзывов моих друзей, знакомых, близких и пациентов, которые получили удивительные результаты не только в контроле веса, но и в оздоровлении организма. Более подробно вы лучше всего почитайте на моем сайте, внизу под видео мы дадим ссылочку, где вы можете перейти и подробненько почитать. Сегодня у нас предпраздничный день и мы не будем много научной информации. Я вам хочу показать как в реальной жизни, вот сейчас он в практике работает, как он нам может помочь. Сам продукт сделан в виде вот таких таблеточек, они светленькие, не имеют практически ни запаха, ни вкуса. Для того, чтобы показать как он работает внутри нашего организма, я взяла две таблеточки и раскрошила в порошок. Заранее приготовлю для того, чтобы показать это для вас. Здесь две таблетки раскрошенные в порошок. Представьте себе, что вы употребляете пищу богатую жирами, маслами. Вот мы сейчас для того, чтобы показать это, берем воду. Можно налить масло. Ну, я оливковое масло не хочу сейчас использовать. Я беру специально масло, которое уже использовано. Оно потемнее по цвету и легче будет продемонстрировать по цвету. Вот такое темненькое. Вот здесь вы видите, что масло поднялось на поверхность воды. Вот такое желтенькое. И мы теперь сыпем туда порошок. Как это происходит в нашем организме, когда мы принимаем жирную пищу внутрь. Под воздействием пищеварительных ферментов лецитина он растворяется намного лучше, чем просто в воде. В организме это работает еще лучше. Ну, и все-таки мы можем показать. Вот посмотрите, как молекулы хитозана связывают жиры. Они буквально как магнит притягивают себе жировые молекулы. И вот так вот в таком виде они просто проходят через наш кишечник. Но самое интересное, друзья мои, перед праздниками, что нужно сказать, что, во-первых, этот продукт поможет многим нам. Ну, вот такова у нас традиция во все время праздничных дней используется алкоголь. В нашей семье мы практически не используем алкоголь, только в небольшом количестве красные вина. Но я знаю, что в России, на Украине, в Европе, в многих странах праздничные дни всегда проходят с застольем не только салаты с майонезами, но и еще алкоголь. И хочу сказать, что вот этот продукт, он хорошо помогает выводить все вот эти токсины, поддерживать нашу печень, чтобы это все максимально вывелось. Если вы хотите оставаться веселым, но трезвым, хорошо чувствовать себя на следующий день без всякого похмелья, смело берите две таблеточки Кайтосорба за полчаса до еды. А затем, если застолье у нас длится более двух часов, вы дополнительно еще можете использовать две таблетки. И вы обратите внимание, как хорошо вы будете себя чувствовать, особенно завтра. Были такие случаи, когда во время застолья у многих людей было несвоение, то есть несовмещенные продукты различные на столе, это различные салаты, фрукты, какие-то блюда, и есть такой дискомфорт неприятный в кишечнике, нехорошее самочувствие. Благодаря кайтосорбу вы будете уверены, что вы будете себя чувствовать прекрасно. Завтра вы это более оцените на следующий день. Вот такой удивительный продукт, который сегодня я хотела вам продемонстрировать. Ну и хочу сказать, что обогатить наш рацион питания мы можем еще в виде биологически активных добавок, таких как омега-3. Омега-3 она обладает удивительным свойством не только для контроля веса, она улучшает сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, помогает улучшить работу нервной системы. Гиперактивным детям легче учиться, иметь хорошую концентрацию внимания. Про омегу-3 вы также можете дополнительно почитать на нашем сайте, посмотреть видео, и в отдельном видео я обязательно расскажу о нем более подробно. Есть еще вот такой продукт как Fitcho SP. Это продукт, который содержит не только омегу-3, но и омегу-6. То есть это необходимые аминокислоты в сбалансированной форме, и это помогает уже не только поддерживать сердечно-сосудистую систему, но и дает дополнительную энергию. Многие спортсмены замечают удивительные результаты быстрого восстановления после тренировок, замечательное самочувствие при больших тренировках. Хочу сказать, что вот эту формулу использует наш старший сын, он занимается профессионально легкой атлетикой, и этот продукт ему очень помогает не только в спорте, но и в учебе. Ну и на сегодня все, а в следующем видео я вам расскажу интересный рецепт для подготовки к 8 марта, и также расскажу об интересных продуктах, которые позволят вам украсить ваш женский день, и для того, чтобы вы понравились вашему мужчине максимально, чувствуете себя прекрасно, чтобы вас все любили, обважали, дарили цветы, подарки. Итак, друзья мои, счастливо! Желаю вам попробовать вкусные бутербродики, поделитесь обязательно своими впечатлениями, приготовьте эти бутерброды, и мне будет очень ценно каждый ваш отзыв. Поставьте лайк под этим видео, если оно вам показалось интересным, и также вы можете написать свои пожелания, о чем бы вы хотели услышать от меня в следующем видео. Большое спасибо вам! До следующих встреч! С вами была Раиса Рафикова. Рафикова.